Итак, соответственно, у нас сегодня 10-я лекция по эстетике, и мы поговорим о скульптуре в стиле поп-арки. Мы уже посвятили достаточно большое количество лекций этому направлению, и говорили о коллажной технике, причем не американской, а британской коллажной технике. Отчасти затронули и американский коллаж в связи с творчеством Рошенберга. Говорили о живописцах, о Джаспере Джонсе, о Лихтенштейне. А сегодня я хотел бы осветить именно деятельность скульпторов, двух скульпторов. И так как, так скажем, сфера их проблематики тесно связана с рядом других художников, то мы все-таки затронем и живность. Но она будет вторична по отношению к скульптуре. Итак, первый скульптор, о котором сегодня пойдет речь, это класс Олденбург. Класс Олденбург, так же как и Джаспер Джонс, которого мы происходили уже с вами, ныне живущий автор. То есть это в полном смысле слова «наш современный мир». Хоть и старенький уже совсем, но тем не менее он действующий, создающий произведения искусства. Это классик американского поп-арта, хотя по рождению он европеец, он швед. У него отец шведский дипломат. Они жили долго в США, а с 1953 года он является гражданином США. Один из немногих представителей поп-арта, который не просто очень популярен, востребован в широком общественности, но и признан академической средой. То есть у Олденбурга очень много престижных регалитов в области искусства, в том числе национальная медаль США. Это очень престижная награда, что говорит о том, что он не считается каким-то маргинальным художником таким авангардным, а является художником, художником сейчас с большой буквы, признанным. Живописных породий он не создает, он работает со скульптурой. И о чем же его творчество? Мы уже затрагивали с вами такую проблему в связи с работой материала системы вещей, что вещи в современном мире перестали выполнять свою прямую функцию в пользу вторичной функции. Допустим, телефон может быть еще в 10 раз дороже, может стоить просто неописуемых денег. И это не значит, что тот, который самый дорогой будет телефоном, будет лучше, как телефон. Он как раз может быть хуже, как телефон. Просто там будет много-много-много-много всяких бонусов. А вполне возможно, что и их не будет, а будет там логотип красивый, который требует значительных приложений. То есть одна и та же вещь, выполненная в разном дизайне или имеющая разный логотип, может отличаться в цене не просто в несколько раз, а даже не в несколько десятков раз, а иногда в несколько сотен раз. И в данном случае, повторюсь, непосредственная функция этой вещи от этого может нисколько не улучшиться, а подчас даже улучшиться. Так встает вопрос, что же на самом деле мы покупаем, когда мы покупаем какую-то вещь? Причем речь идет о самых обыденных вещах. Мы покупаем все-таки ту или иную вещь для того, чтобы ее непосредственно использовать, или мы покупаем какой-то бонус, который прилагается к ней, и который, возможно, и является главным в этой вещи, главным аргументом, когда мы выбираем именно эту вещь, а не другую. Вот, к примеру, умывальник. Я не случайно решил принести в качестве примера умывальник, ибо именно с него мы начнем смотреть скульптуру обыдя. Так вот, один и тот же умывальник, одинакового размера, выполненный из одних и тех же материалов, покрашенный в один и тот же цвет, может занимать совершенно разную ценовую нишу. Так вот, когда вы покупаете тот или иной умывальник, выбирая именно его, за что вы его выбираете? За эстетическое совершенство, за знак престижа носителя того или иного логотипа, или из-за желания занять свою нишу в иерархии потребителя. Например, кто-то может покупать всегда самую дешевую вещь, которая входит в определенный, так скажем, предлагающий определенный товар. То есть, например, если это такой же умывальник, абсолютно, как все остальные, то он купит самый дешевый умывальник. И в функционалу он такой же. Или самый дешевый пылесос или холодильник с таким-то количеством умывальников. Другой человек всегда будет отбрасывать нижнюю ценовую категорию, во что бы то ни стало, и смотреть всегда в середину. То есть, он мыслит себя, как человек, занимающий срединную нишу в этом лице. А кто-то будет смотреть всегда исключительно в пиковую, ценностную категорию. Этим активнейшим образом пользуются в области ювелирной промышленности, где абсолютно одинаковые украшения в разном дизайне представлены от самой минимальной цели до самой дорогой. Человек, который приходит и рассчитывает потратить наименьшую сумму, естественно, видит, что абсолютно такая же вещь из 2 или 3 раза дороже. И, конечно же, с радостью приобретет вещь подешевле. Такую же. Хотя понятно, что она и столько не стоит. А другой человек видит, что есть такая же, но дешевле, конечно же, понимает, что если он купит дороже, значит, она несоизмеримо лучше. И чем меньше он видит в ней отличий, тем больше это доказывает то, что она лучше по каким-то непонятным, но скрытым свойствам. Я лично присутствовал на весьма любопытной процедуре, когда человек выбирал украшения своему другу на юбилей и отказался от покупки совершенно фантастической по работе шкатулки строматолита, строматолит это древнейшие существа на нашей планете, то есть окаменелости, цена бактериальных марок, окаменелости. И отказался от ее покупки только потому, что она стоила около 10 тысяч рублей. Он рассчитывал потратить на юбилей своего друга, а больше всего. То есть если бы мы сказали, что она же стоит, допустим, 30 тысяч рублей, он бы ее не раздумывая взял. Так что же мы на самом деле покупаем? Эту же функцию, эти же вопросы о функции, заложенной в речах, ставит Олденбург еще в 60-е годы. Ставит вопрос о том, что мы покупаем, обращаясь к тем или иным вещам. Причем это вещи, которые бессмысленны. Это вещи, которые лишены своей функцией. Вещи, которые зачастую нельзя использовать. Именно вот эти бессмысленные вещи и становятся визитной карточкой как творчества Олденбурга, так и с самой эпохи второй половины, 20-го столетия. Ну, какие-нибудь, допустим, пила с раскрашенной ручкой. Она будет стоить намного дороже, чем обычная. Однако, скорее всего, эта раскрашенная ручка, он будет очень сильно мешать ее использовать по прямому назначению, ибо если краска будет недостаточно качественной, она начнет крашиться. И так далее. Именно вопрос о таких вещах поднимает Олденбург. И классическая его работа «мягкий умывальник». В фразе «мягкий умывальник» правдой оказывается только одно слово. Мягкий. Он действительно мягкий. Вы можете подойти к этой инсталляции, если будете видеть ее вживую, и действительно ее потрогать, и вы убедитесь, что она мягкая. Но это не умывальник. Почему? Потому что умывальник – это то, в чем можно умыться. А в нем умыться нельзя никаким образом. В данном случае демонстративно, утрированно показана вещь, лишенная своей первоначальной функции. Например, умывальник – он плох, да он жесткий, об него удариться можно. Можно сделать мягкий умывальник. Ну и что, чтобы в нем умываться нельзя? Зато ведь он мягкий. Современные дизайн-проекты, которые делают для современных квартир, у меня всегда создавалось впечатление, что делают дети от 7 до 13 лет. Там тоже очень все красиво, только там нет, как правило, холодильника, шкафа. И оно даже никаким образом не предполагается, что это туда можно будет вместить. Зато очень красиво. То есть это делают те люди, которые не предполагают, что эту квартиру можно использовать по назначению. Понятно, конечно, какое длинное назначение отведено этим, так скажем, юзерам, человекам, владеющим этим помещением. Но если это предполагается как квартира, в которой можно жить, то жить в ней нельзя. Понимаете, аналогичные вещи можно встретить и на других работах ОДОНРУГА. Вот, например, мягкий унитаз. Часто. Он еще и какой-то поломаный. Он в полном смысле поломаться не может, потому что он, скорее всего, резиновый. Но это нечто вроде надувного круга, да только унитаза. Он мягкий. Наверное, удобно если мягкий. Но использовать его, опять же, по назначению невозможно. Или ближе к нашей теме. Музыкальные инструменты ОДОНРУГА. Их много. Они красивые. Самое главное, они очень большие. Вы их видите в размере, по соотношению с человеческим телом. Это, собственно, автор. Это завязанные в узел трубы. О, это огромный кларнет гнутый, из которого клапаны торчат во всех мысливых направлениях и так же не выполняют никакой функции. Ибо, собственно, отверстие в этом кларнете не высохнет. Да и вообще никаким образом на нем играть невозможно. Есть ударная установка. А такая, напоминает, как будто бы она была сделана из пустелина, его излишне подогревают. Или виолончили. От этих вещей остается только полненький. Узнаваемый для глаза, что позволяет нам определить, что вот это-то умывальник, вот это-то барабан. Но на самом деле, видимое сходство оказывается полностью обманным. Потому что это не умывальник, потому что умыться в нем нельзя. А это не барабан, потому что на нем абсолютно не слышно будет удар. Он мягкий и не воспринимательный звук. То есть, получается, это яркая и нарочитая манифестация бессмысленных и ненужных вещей. В русскоязычном интернете ходит такой стих-мем, который вы все, наверное, знаете. Но я всякий случай его приведу еще раз, потому что он может быть визитной карточкой для творчества Олденбурга. «Нет шоколада в шоколаде, давно нет мяса в колбасе, становится чуть-чуть тревожно, а вдруг и в людях нет людей». Этим стихотворением можно точно охарактеризовать большую часть творческого наследия Олденбурга. Когда вещь утрачивает свою первичную функцию, причем далеко не всегда, она приобретает какие-то вторичные. То есть, она может просто стать бессмысленной вещью. Абсолютно никому не нужна. Но нужны в другом смысле. То, что она будет продаваться, то, что ее купят. И самое примечательное, что в большинстве этих ненужных вещей, созданных Олденбургом, мы видим гигантский размер. Они не имеют практического значения, их нельзя использовать. Они несут даже и какого-то политического смысла. Но они господствуют над человеческим сообществом. Так как для человека почему-то оказывается важной не только функциональность его вещи, но и их цвет, их форма, их статусный характер, их ценовая категория. Причем речь идет не о том, что он не может себе позволить вещь дороже, а как раз зачастую о том, что он не может себе позволить вещь дешевле. И я уже вам говорил о пиле с красной ручкой. Ну вот вам, пожалуйста, пила с красной ручкой. В данном случае она значительно превосходит человеческий рост. Абсолютно никому не нужна такая пила. Однако такая пила, скорее всего, будет стоить значительно дороже, чем обычная пила. Хотя пилить она может намного хуже. Или, например, еще одно дивное изобретение цивилизации. Цветные кнопки. Эти кнопки, как вы видите, в сравнении с деревьями тоже весьма приличного размера. Если вы не можете обойти своего конкурента качеством кнопок, вы можете, например, покрасить свои конкуренты. Вы их не можете просто покрасить, а если конкурент их уже покрасил, вы их можете покрасить в большее количество цветов. И продавать свои кнопки дороже, чем конкуренты. Испокон века, особенно в европейской традиции, где мануфактуры имеют действительно многовековую историю, одни люди занимались пюроварением, другие вузнецы ковали оружие, или изготавливали обороны для телег, инструменты. И рекламой их продукции было имя владельца. То есть если он на протяжении 20-30 лет делает предельно качественные предметы, они не нуждались в бровской рекламе. К нему ходили все этапы. И его сын будет продолжать эту традицию, внук и так далее. Там гарантом качества было то, что если человек обманет, если он сделает что-то некачественно, это значит, что к нему больше никто не пойдет. К нему действительно бы не ходили, и значит, что ему придется либо переселяться в другую местность, либо просто менять сферу деятельности. А в другую местность тоже переселяться проблемно, ибо в каждой местности было все. И там оставались только те, кто делали действительно качество. Все поменялось с приходом конвейерного производства, и сейчас, так скажем, не качество функционалов, типа вот эти кнопки, они какие-нибудь должны быть? Они гнутся не должны. Они должны хорошо выполняться и гнутся. Все не должны гнутся, отваливаться и так далее. Или пила. Она должна ровной быть. Она в идеале ржаветь не должна. Быть острой и так далее. Удобно держаться в руке. Вот ее основные качества. А отнюдь не красивая ручка. Или удобный, красивый чехол. Что еще мне можно придумать? Блокоса. В предачку этой самой пели. И в 90-е годы такой автор, который вы наверняка знаете, автор коммерческий, Стивен Кинг, создает весьма примечательный роман. Он называется «Нужные вещи». Сам по себе роман, несмотря на хорошую идею, сюжетную конву, написан, как и обычно, убийственным для Кинга языком, вот таким чисто журналистским языком, причем в английском он еще хуже, чем на русском, поэтому не уверен, что его имеет смысл читать в подлиннике, но все-таки он на русском, когда переводят, как «Остарается в благородных». А там просто в одном предложении по 5 раз одно слово, что повторятся и его не скоро и медленно смещают. Но сюжеты у него, как правило, действительно не лишены смысла. И в 93-м году выходит кинолента по этому роману, которая действительно представляет определенную ценность, особенно в свете той проблематики, о которой мы с вами говорим. Это аллегорическая лента с мистическим, как обычно это бывает у Кинга, оттенком, который называется также «Нужные вещи». Слово «нужные» я бы взял в кавычки, потому что понятно, что речь пойдет о вещах совершенно ненужных. Но на что способен человек ради того, чтобы заполучить эту вещь, которая, как ему кажется, ему нужна? Причем речь пойдет о вещах совсем нестековых, типа лейсбольных этикеток и так далее, карточки лейсбольные, которые любили контакционироваться в Соединенных Штатах и так далее. До какого предела человек готов пойти? Пойдет ли он на убийство ради этих вещей? Фильм немного демонизирован, на мой взгляд, даже излишне, потому что фигура продавца этих вещей представлена непосредственно неким прообразом христианского сатаны, врага человеческого. Но если убрать налет мистицизма, вы получите в полной реальной ситуации. Потому что человек действительно инвестирует в вещь слишком много себя, слишком много своих эмоций, чувств, и это действительно может привести к тому, что человек ради вещи способен на очень многое, чего на самом деле эта вещь никаким образом не заслуживает. Чарльд Старт, видный американский психолог, на своих лекциях устраивал весьма любопытный эксперимент. Он брал пакет или коробку от сока, такую, в которой уже нет ничего, и просил в течение 15-20 минут аудиторию идентифицировать себя с этой коробкой или пакетом. Казалось бы, что у людей не так уж это будет получаться, но получалось безупречно. Причем у всех. Все просто посмотрели на эту коробку, представляли, какая она хорошая, прямо такая, как они. Но после этого Тарр сделал один не очень такой этический жест, он еще быстро-быстро ногой раздавлил. И многие люди начинали плакать. А речь идет просто о коробке. Более того, они ее даже в руках никогда не держали. Понимаете? Это вообще и бог была коробка. Так что, насколько мы можем влить в вещь идентификацию себя, это очень и очень большой и открытый вопрос. И именно этим и пользуются те, кто пытаются заставить нас купить ту или иную ненужную нам вещь. Нужно запустить процесс идентификации. А если пользоваться философией Лакана, то это будет объяснено более изящно, чем в случае с Тартом. Тартом это объясняет достаточно, так скажем, на практическом уровне. Этим можно пользоваться, но не как системой понимания. Проекция вещи, проекция себя на вещь на самом деле является не совсем идентификацией с вещью. У нас у всех есть такой орган, который в философии Лакана называется объект маленького А. Он пишет маленький А. Только в работах Жижика он пишется непосредственно в несколько слов, как объект маленького А. Лакан пишет как в основном. Что это за орган? Это орган выпадения, это орган отсутствия. То есть в нашем мире, грубо говоря, есть дырка. Эту дырку взорвнуть ничем невозможно абсолютно. Никаким вопросом. Именно туда и течет направление, поток желания. Однако, так как мы не можем смириться с тем, что это отсутствие, то есть мы никогда это не просто не сможем с этим смириться, мы даже осознавая, что наличество это объект маленького А, никогда не сможем, так скажем, осознать, что это некая дыра в нашем пространстве. Он всегда будет чем-то или кем-то закрываться. Так именно на это рассчитывают люди, которые пытаются вам что-то показать. То есть любая вещь, которая вызывает в вас желание ее во что бы то ни стало заполучить, как вы только ее заполучите, спустя 2-3 дня она перестанет для вас быть интересной. Почему? Это не значит, что вы охладели к этой вещи. Да нет, вы никогда к ней не испытывали абсолютно ничего, потому что это вещи. Вы испытывали тягу желания, тягу в прямом смысле слова, как она бывает у огня или у воздуха, тягу направленного желания в сторону объекта маленького, который всегда чем-то закрывается. Или кем-то. Это может быть и человек. Сюда можно отнести многочисленные примеры, когда там седьмой раз в брак вступил, восьмой раз в брак вступил. Все никак найти не может. То, которое нужно или того, которое нужно. На самом деле абсолютно понятно, что человек здесь оказался совершенно случайным. Речь идет о действительно колоссальной силе желания, направленной на объект маленького А. От него избавиться можно одним единственным способом, тем способом, который в большинстве случаев предлагает лакановская философия, это вынесение базовой цели своих стремлений за пределы человеческой жизни. Чтобы ваша цель была длиннее, чем возможно реализовать течение жизни. То есть тогда вы, по крайней мере, будете всегда стремиться не к пустоте этого объекта маленького, а, грубо говоря, к недостижимой цели. И тем самым оттекаете от себя кучу лишних проблем. Потому что иначе это будет все время замена. Замена, замена. Ощущение колоссальной растерянности, ощущение колоссальной утраты всегда способствуется, возникает тогда, когда объект маленького А каждый раз ускользает. То есть вы получили вещь, а она оказалась какая-то не так. Ну не знаю, заранее там еще. Вы же начинаете пытаться для себя объяснить, почему она теперь не выполняет той же самой информации. Или человек не такой стал, он был, казался такой хороший, а вот там вчера в актере не был голуб. Понимаете? То есть начинается совершенно глупое объяснение, попытка объяснить то, почему больше нет этого только желания. Это может приводить к катастрофическим результатам. Это знаменитый кризис исполненного желания, который наблюдался в психологической жизни постсоветской эпохи, когда в советское время человек там знал, что встав на очередь на машину, тогда-то он получит машину, тогда-то квартиру, тогда-то дачу, потом он это передаст сыновьям, внукам и так далее. То есть все происходило дико медленно. Даже если у человека были большие деньги, этот процесс получения благ, он был очень замедленным. Когда в 90-е годы многие, обогатившись на ситуации развала СССР, приобрели неограниченное количество денежного ресурса, на самом деле не сыграло для многих из них позитивной роли, эти люди сразу же купили себе машину, квартиру, дачу. Когда поняли, что что-то здесь не так, по-прежнему чего-то не хватает, они купили еще раз машину, квартиру, дачу. И так до бесконечности, пока они не поняли, что того, чего они хотят, нет. И по бывшему СССР прокатилась колоссальная череда самубийств. Причем именно среди очень состоятельного населения, тех, кто себя реализовали. Это так называемый кризис исполненного желания, который бьет конкретно в объект Маленького А. То есть разочарование от утраты, от потери того, что закрывало объект Маленького А, когда мы больше не видим в этой вещи тех вожделенных объектов, которые нас к ней влекли, естественно, происходит действительно кризис, катастрофа, и человек может действительно не выдержать. Потому что он начинает мыслить объект Маленького, собственно, так, каким он является. Это приводит к смерти. Поэтому его и нужно вынести за пределы жизни. Вот тогда он не будет вас смущать и не будет, так скажем, чрезмерно давить на вашу психику, подгоняет и ускоряет вашу смущность. Вынесение объекта Маленького за пределы обозримого будущего, за пределы достижимого будущего решает целый ряд психологических проблем. и тех проблем, на которые во многом и давит современный рынок. Современный рынок рассчитан на то, чтобы подцепить вас именно за него. За этот орган. Напомню, это не просто, а философская категория. Это психический орган. Он такой же, как и ваш физический орган. Потому что вы их тоже ощущаете исключительно психически. Речь тоже является органом. Речь и Греб Маленького – это психический орган. Они намного больше нас. Один, так как он, он вообще не может быть измерен, потому что он есть в упадении измер. То есть можно сказать, с таким же успехом, что он больше всего наш Греб Маленького. То есть он изменен. А речь, ну это понятно, что он не измеренно больше нас. Мы чуть не видел ни одного человека, который пользуется речью. Это речь на ней пользуется. Для своего саморазвертывания. Исключительно. Понимаете, такой орган, на котором человек беспомощно болтается. Это когда у... Достаточно забавная такая была ситуация. На одной из лекций Смулянского встал такой вопрос о таких органах-перелостках. Типа Кришни у Краба. Откуда, допустим, Краб знает, как функционировать, как действовать Кришне? А он не знает. Кришна знает. Что он может делать? Вот и все. То есть на самом деле мы состоим из огромного количества автономных организмов, из автономных функций, которые создаются, некая иллюзия того, что мы их объединяем. На самом деле, попробуйте покончить жизнь с собой посредством прекращения процесса дыхания. Нет, не случайно я привел этот пример, потому что у вас не получится. Все остальные противопоказывают. А этот можете практиковать сколько угодно, вы все равно будете дышать. То есть это кто, над чем человек не властен. То есть нам кажется, что мы можем ускорять и замедлять дыхание. Да, мы это можем, но в определенных пределах. А дальше уже дыхание определяет, что оно может и чего оно не может. И будет оно это делать или нет. Так владеете ли вы своим дыханием, Ирина, можете ли вы остановить ваше сердцебиение самостоятельно? Нет, не можете. И таких функций у нас миллион. И объект маленького А, ровно как и речь, являются такими же функциями. Вы не сможете избавиться от речи. Никаким образом. Даже если вы будете нанимой, вы пользуетесь речью, где вы нанимаете. Совсем иной вектор творчества Олденбурга связан с всего одной его работой, которая называется гигантские окурки. На первый взгляд это продолжение той же самой логики ненужных вещей. Но тут стоят и иные параллели, и иной смысл. Дело в том, что на самом деле окурки любого размера лишены смысла. То есть они не обладают функциональностью, даже если речь идет о реальных окурках, а не остатки. С одной стороны, это можно интерпретировать так, что вторая половина 20 века идет под знаком возведения в рамках прекрасного чего-то ненужного. К примеру, в Советском Союзе, когда какая-то вещь ломалась, выходила из строя, ее выдружали на Патидестал. Например, на въезде почти в любой санхоз вы можете увидеть стоящий там трактор, или автомобиль, или танк. Не нужно далеко ходить, достаточно направиться от нашего института в сторону Памфиловской станции, и вы обнаружите стоящий возле роскошного дома Т-34. Что он там делал будет? Ну, наверное, он поставлен в память о героях войны. Наверное, если мы правда чтим память героев войны, то мы это отметим не тем, что более не имеет своего значения, то есть мусором, а поставили бы там стату, которую нужно заказать, сделать, чтобы выгоречить героев. В данном случае это самый дешевый способ создать стату. И это одна из возможных вариантов интерпретации этой работы. Что у нас есть не нужно? Например, окурки. Давайте поставим окурки в память о какой-нибудь катастрофе. Не является ли это унизительным для человека ставить в память или в честь чего-то то, что ему действительно не нужно? Напомню, что в древних культурах чествовались те же самые боги, им отдавали самое целое. В том числе и мясо, когда в жертву приносилось, там сжигалось самое целое. Уже когда человеку хоршили объекты. А здесь прямо противоположность. Но с другой стороны, эта скульптура имеет еще один смысл. Дело в том, что для европейской живописи является очень значимый один период этой истории, который можно охарактеризовать как малые голландцы. Это голландская живопись 17 века. Там их очень много. Обычно их так и именуют, в кавычках, малые голландцы. Это в основном работы в жанре натюрморта. Причем в отличие от фламандской живописи, где холсты огромные, а на этих натюрмортах изобилие птиц, рыбы, мяса. На голландских натюрмортах, которые камерные, маленькие, мы видим натюрморты застолья после биржества. То есть это уже полусъеденные продукты, пожухшие фрукты, зачастую почти допитое вино, часто появляется даже фультинка или даже насекомое. Понятно, что в философии 17 века это была отсылка к лимонту моря, памяти о смерти, что всякая вещь бренна. Но любопытно, как это корреспондирует с нашей эпохой. Когда мы говорили с вами о Бодрияре, я говорил, что Бодрияр охарактеризовал в наше время, как мир после Оргии. Это после Оргии идеально выражено в живописи малых галактик. Вот одна из классических работ в этой манере. Эта картина принадлежит Перу Питера класса, а если вспомнить североевропейское происхождение класса Олденбурга, то не покажется натяжкой, что его окурки отсылают именно к этой живописной традиции. Правда, хотел бы вас предвосхитить от определенной ошибки, которую иногда допускают. На самом деле, фамилия Питера класса и имя класс Олденбург пишутся одинаково только на русском языке. В данном случае параллели нет. Параллели есть только в том, что оба они исходно представляют североевропейскую культуру. И оба, по большому счету, работают в жанре натюрморда, так как это тоже натюрморда. И, наконец, третий вектор творчества Олденбурга – это еда. Я еще застал такую эпоху, когда еду выдавали по карточкам. К карточкам талона. Они выглядели примерно таким образом. На них можно было купить сахар, мыло или группу. То есть не выбрать из сотни разных разновидностей, а просто купить мыло. Причем хорошо, если правда удавалось его купить. То есть вещи выполняли свою непосредственную функцию. Сахар был нужен для приготовления пищи. Крупа, чтобы сварить кашу. А хозяйственное мыло, чтобы выстирать. Да-да, стиральных машин тогда так тень, ни у кого не было. Люди пользовались хозяйственным мылом и стиральной доской. Стиральные машины на самом деле были, но были редкостью. У нас она была. Преимущественно, она играла вещи. Больше она никакой функции выполнять не могла. Она могла быстро-быстро раскручивать воду и играть в вещи. Для этого, очевидно, она и создавалась. Поэтому вещи ценные, естественно, стирались вручную. С тех пор многое променялось. Очередей продуктов и магазины вы больше такие не встретите. Такие очереди вы сейчас встретите разве что на ром-концерты престижные. В магазинах можно найти сотни разнообразных видов продуктов, причем, как правило, идентичных, отличающихся только брендом и упаковкой. Ну и, естественно, цены. Так вот, с момента открытия психоанализа уже в 20-е и 30-е годы его достижения в рейдерской мысли стали использоваться в коммерческих целях. И продукты питания, включившиеся в эту систему торговых взаимоотношений, уже более не предлагают нам себя в качестве того, что может утолить наш голод, а навязываются в качестве зачастую не имеющих отношения к голоду или даже самому этому продукту ценности. Хороший пример из области компетенции славой Ажижика. Эту его так скажем мысль вы можете встретить во многих его видеороликах, во многих его книгах, это его критика, или точнее критический анализ такого феномена, как киндер-сюрприз. Ну а что есть киндер-сюрприз, который, кстати, просуществовал уже достаточно большое количество времени? Это маленький-маленький кусочек шоколадки, крошечный кусочек шоколадки, в котором спрятана игрушка. Если вы отдельно увидите эту игрушку, эту крошечную плиточку шоколада, то вы, конечно же, ее никогда не купите. Но почему киндер-сюрприз работает? Во-первых, позиционируется, что это не игрушка. Подается он не в игрушечных магазинах, а в магазинах продаваются продукты. Предполагается, что это шоколад, которая обладает неким бонусом. Она отсылает потенциальные возможности. Вот вам работа объекта маленького а в чистой форме. Отсутствие, которое наделено определенной возможностью. И естественно, что там может быть за игрушка? Игрушка это, естественно, представляет собой абсолютный хлам. Более того, вам может попасть на второй раз та же самая игрушка и в третий раз. Да даже если она и будет какой-то иной, саму по себе эту игрушку навряд ли когда-нибудь решили приобрести. Но спрятанная и прилагающийся бонусом как будто бы шоколадную она работает. Это позволяет продать эту шоколадку несоизмеримо дороже, чем стоила бы обычная шоколадка такого размера. И, естественно, игрушка, которая тоже не обладает почти никакой ценностью. Я имею в виду ценностью в смысле ее себестоимость. Другой пример действия объекта маленького А в пищевой продукции. Это так называемый объект плюс. Сок с витаминами, молоко с минералами. То есть если рядом стоят два одинаковых продукта и одно из них с витаминами, то заодно уже цену, а может чуть-чуть дороже, то большинство людей приобретет объект плюс. Более того, я сомневаюсь, что можно себе представить, допустим, что есть сок или молоко без минерала. То есть что вы с ним такое делали? Вполне возможно, что и в ту, и другую упаковку налито одно и то же. Но в одном случае указано, что у нас витаминами или минералами, в другом не указано. И, например, этот продукт обогащен магнием. Магний это периодическая таблица неделения. Вполне возможно, что у вас в организме переизбыток магния. И этот продукт может навредить. Никакое пользование не может получиться. Но, так как вам за те же деньги предлагают еще что-то в придачу, особенно хорошо если что-то незримое, это в идеале, то, естественно, человек приобретает. Почему? Потому что это и есть работа объекта маленького А. Выпадение, которое требует компенсации закрываемых. Еще один пример из арсенала слабое жижик. Критический анализ действия Starbucks. Кофе в Starbucks, как правило, дороже среднестатистического кофе. Они этого и не скрывают. Почему? Потому что везде позиционируются, это действительно так и есть, что какой-то мизерный процент от стоимости всех товаров в Starbucks идет на нужду, на лечение больных детей, на бедное население, разве что на зверушек из красной книги не идет. Так на всех идет. Но идет это или не идет, вы не проверите никогда, и, собственно, вас это и никаким образом не должно волновать, ибо не на это расчет, а расчет совсем на другое. С середины XX века, особенно по Соединенным Штатам, прокатывается волна, когда человек действительно не может потреблять пищу. То есть, будучи состоятельным, но обладая средствами массовой информации, человек знает, что во многих регионах планеты люди не могут себе позволить даже кусочек хлеба в течение двух-три дней. И, обладая деньгами, он не может употреблять пищу. У него определенный культурный блок возникает. Сама физиология человека богатильница этого. Старбакс предлагает вам обмен, сделку совести. Вы покупаете ее продукцию дороже, чем среднестатистическая продукция, но они вам предлагают отпущение грехов. Часть из этих денег идет на тех самых бедных, из-за которых вы не можете есть. Проблема решена. И не случайно Старбакс так популярна именно в западных странах. В России он менее популярен. Потому что Россия как раз и представляет собой ту страну, в которой в большинстве случаев нечего есть. В чем многим в прямом смысле так сказать. Коммерция в области продуктов питания проявляется еще в попытке привлечь покупателей в сети так называемых ресторанов быстрого питания или фастфью. ресторанами назвать нельзя безусловно. Но в Америке они называются именно так. Нужно разделять на европейский ресторан, ресторан европейского типа и ресторан американского типа. Что нужно для того, чтобы привлечь туда покупателей? Явно не чувствую голоду. Нужны огромные булы. Нужен красный цвет. Обязательно. Заметь KFC, Burger King, Хэсбургер, желто-красный, Макдональдс, Теремо, до бесконечности все. Продукты выплескиваются за пределы в самое себя и обращаются к объекту маленького А. Попадание в него гарантирует наш поход в это заведение. И уже не важно из чего сделан этот бургер или торт, важно только то, что вы попытаетесь им заткнуть вот эту дру. Но проблема в том, что заткнуть ее невозможно. И этим и пользуются эти же самые рестораны. Чем больше вы там находитесь, тем больше вы на купите. Это и напитки, которыми невозможно напиться, в частности продукция компании Coca-Cola. выполнены из самых неаппетитных вещей так называемых сыплые продукты. Но люди их потребляют. Так потребляя их, потребляя испорченную котлету в несвежей булке, они на самом деле потребляют не физические продукты, а то, что отсылает к психическому жизнь. Этой проблеме наших дней и посвящены цикл скульптурных работ Ултенбург. Первая из них сладость номер один. 61-62 года. Одна из самых ранних его работ. Аналогичный напольный гамбургер. Посмотрите в сравнении с человеком по гамбургерам. Торт тоже грандиозного размера. и банановое мороженое для дегустрации. И это единственное размерное, соразмерное действительно мороженое. Что бросается в глаза? Все они нарочито не похожи на реальные продукты. Это не имитации продуктов из воска, которые вы можете встретить в витринах многих магазинах. Когда они правда похожи, они копейны, когда яблочко прям как яблочко, только без единой точечки, из единой изъяна. Здесь сразу же видно, что это что-то предельно несъедобное. Впрочем, как и та продукция, которая продается в фастфуде. Эти зачастую огромные гипсовые бутерброды и торты, несоизмеримо превосходящие человека, не смогут удовлетворить ни голод духовный, ни голод физический. Но они могут подчинить себя человека, неспособного сопротивляться столь огромным образом из-за рекламы. Так эти огромные образы действительно закрываются собой весь мир. Если скульптуры высокого возрождения демонстрировали красоту человеческого тела, то современные скульптуры много со временем демонстрируют нам пив ненужных вещей и несъедобной еды. Прошу заметить, что ни на одной из рассмотренных нами работ Олденбурга не было человеческих футбург. Человек здесь излишен. Он просто не нужен. Это мир, господствуют вещи. Причем вещи, лишенные своей функции. Бессмысленно вещи. Аналогичные примеры с пищей, вышедшие за пределы своей основной функции, можно встретить и в творчестве некоторых художников стиля поп-арт. И несмотря на то, что я хотел сегодня поговорить лишь о скульпторах, этих художников я не дать не могу. Потому что они действительно аналогичны холденбург русскому взгляду на мир, и они его проясняют. И один из них, один из этих художников, это Оин Тивор. Это старейший из ныне живущих представителей поп-арта, на данный момент ему 96 лет, один из крупнейших художников этого тренда, так же, как и Олденбург, имеющий целый ряд престижных академических наград. Предметом творчества Уэйна Тивор являются торты и пирожки. Уэйн Тивор является мастером кисти, его натюрморты в чем-то можно сопоставить даже с классическими натюрмортами, он работает в относительно традиционной манере, но, тем не менее, его попадание, его идея метит именно в концепцию поп-арта, ту же самую, которую мы анализировали у Олденбурга. Это многообразие одного и того же. выбора такие становятся или вот такие или вот такие. Это выбор без выбора. на самом деле, сейчас у человека остается единственная возможность выбора, это купить или не купить вещи. А, не купить ту или другую вещь, это не выбор, потому что они идентичны. потому что что бы вы не выбрали вот этот единец или этот единец, даже если у него будет разный вкус, это всего лишь различный порошок, добавленный в этот единец, да, или как говорят шахматисты, Е2 и 4. Примерно из таких страшных составляющих состоят эти красивые конфеты, цвет, цветовая шкала также варьируется от добавления пищевого красителя, это хорошо, если он еще пищевой, ну вот, и, естественно, смысл в том, чтобы зацепить каждого или попасть в большинство. Если это был один-единственный леденец, то, скорее всего, его, как и в прошлое времена, купил бы тот, кому нужен леденец. Например, ребенок, петушок в Советском Союзе, да, обычно ничего петушка из него не делали. Ицелетон его одинаково. Понимаю. Здесь расчет на то, что человек хотя бы на один из этих цветов или вкусов среагирует и захочет купить леденец, который, на самом деле, ему абсолютно не нужен. То есть, чем больше ассортимент этих псевдо-разных товаров, тем в меньшей степени у вас остается выбор не купить. Тем в большей степени вы подчиняетесь этой логике, потому что противостоять желанию, которое направлено в сторону объекта маленького, вы не сможете. Сколько вы это рационально не понимали. Поэтому нужно сделать много того, чтобы воздействовать на каждого. подчиняю. Продолжение следует...